Итак, ребята, я всех приветствую, мы продолжаем наше прохождение. Ну что ж, мы собрали всё, что нужно для нашей банницы, но прежде чем мы туда отправимся, у нас тут есть просители и несколько бесед. Давайте посмотрим, что тут. У меня-то побольше времени внедриться стало. Так вот я и думаю, думаю, так ли хорошо жить с еретником. Ну, в твоём ведь-то ничего хорошего. И не знаю, что тебе в башку упало. Эх, так если бы пяха не сгробастала, тогда бы я жил лучше, вот чё. Ну как же, существовал бы, во. Вот вы думаете, что плохо нежитью живётся. А я думаю, что колдуном-то ещё хуже. Я хоть не порчу никого. Как ты попался на палку-то? Так я, как нечистого обманул, зажил себе в лесной чаще. Так стращал помаленьку. Тихая жизнь. Да как-то пугнул видотлишку. И отправили по мою душу эту пряху. Не любит она нечистого. А мы и ретники в этом сословии. Ну вот, она меня одолела, да не обезвредила. Лётая баба. Хорошо, что я хоть боль не чувствую. Оказался вот на палке. Да ты и сама видела, сколько там таких же. В основном помешанных. Зачем ты еретником-то стал? Так вот, решил костлявую старуху обхитрить. И удалось ведь. Да только жизнь ли это? Эх. Мы, колдуны-то, не только порчей промышляем. Знаю. Сам был таким. Можешь свист не разводить. Я хорошо поплатился за своих маленьких. Но душа-то при мне. Отдай я их. Чё тогда? Попал бы в пекло. Это ты ещё не знаешь, чё бы было. Сумлеваешься? Жарить нас на вертеле бесы будут. Вот и дело с концом. Уж лучше так, на палке в вашей избе, чем на сковороде у нечистой силы. Слухами эта земля пермская полница. Я в Вильгард ходил, а уши не так меня боятся, как прежде. Поняли, что тебе сил-то передал. Как тебя на ростыне-то не задавили? Ага, так вот. Крутятся вокруг меня черти. Ну, думаю, пропал. С Тимошкой скоро увижусь. А один беста в красном колпаке. Я с него этот колпак-то и сорвал. Тут всё замерло. Колпак разменным оказался. Черти кружат, зыркают глазами горящими. Говорит вожак-то их. За колпак, мол, чё хочешь, сделаю. Тимошку-то он не мог вернуть. Другое тогда попросил. Откуда, говорю, взялись вы тут, бесы проклятые? А оказалось-то, видишь, чё, их юродивый Прокопий на меня напустил. Жертву им удумал. Ему, поди, не лесной дедушка помогал. А черти из пекла. И дети пропадали вокруг Вильгарта-то всё не случайно. А по воле Прокопия всех скормил чертям. И Тимошку тоже окаянной проклятой Прокопий. Я его, коли встречу в аду-то, я его там ещё скручу. Ох, он у меня помолчается. Ну а дальше что с чертями-то делал? Да отправил их этого Прокопия задавить. Все думали, по пьяни помер. А этот черти мои его удушили. Это ещё не всё. Да устал я. В следующий раз про чёрную книгу-то расскажу. Я вот всё думаю про предметы, которые просила банная невеста. Почему именно их? Я думаю, она только с ними из тонкого мира выбраться может. Вещи ей нужны людские. Нет человека без Христа, без пояса, да без имени. А у девки той всего этого никогда и не было. Так, просители теперь. Слушай, Васька, такое дело. Прежде чем за бесами идти, может, ещё по одному делу поможешь. Есть у меня один старый товарищ. Трофимом звать. Охотник-то. Из Слободы Кишканогова. Ну, да чё ты пропал? Я после обдерихи уже не знаю. Леший его унёс. Вот чё я думаю. Васька, сходишь со мной-то в Слободу? Разузнаем? Вот чё нет. Хорошо. Тут вроде и недалеко. Ага. Пару часов. С Енидором рядом. Обождите. Я в Слободе-то по молодости бывал. И помню, трав там делал запасник. Возьми, Василиса. Клядишь, пригодится. Так, у каждого помощника есть уникальное задание, за которое вы можете взяться, если он вам достаточно доверяет. Вы только что взяли одно из таких заданий. Взяв задание помощника, вы приостанавливаете выполнение текущего задания и переносите приём всех просителей на следующий день. После завершения задания помощника, вы вернётесь к приостановленному заданию. Ага, понятно. Ну, давайте сделаем его. Дорога идёт мимо Пантинской деревни. Как-то я тут уже бывала. На покосе что-то дед зашёптывал. После продолжительной ходьбы по старой дороге перед вами вырастает сначала деревянный купол-часовня, а затем и сама деревня Пантина. Утомлённый путешествием Николай заходит в первую попавшуюся избу выпить квасу и перевести дух. Вы настораживаетесь. Что-то недоброе есть в этой постройке. Поэтому пойдём следом. Кмурые хозяева угощают вас и вашего спутника, не приглашая за Матицу. По их лицам видно, что в этом доме не всё ладно. Угу. Ну, давайте почитаем. Матица. Внутреннее убранство избы делится на своё чужое. Матица бревном, на которое стелится потолок. Потолок, может, не знаю. Разделяло избу на две половины. На половину хозяев нельзя было заходить без приглашения. Гость оставался недалеко от печки, сидя на лавке. Матица одним концом выносилась за пределы избы. А на её оконечности вырезали или вырубали конника или курицу. До 14 века это делалось семью или девятью ударами топора. Но тоже своего рода ритуал. Эти фигурки были призваны оберегать дом от зла. Курица. Персонификация смерти. Она связана с представлениями о мире неживых. Предков и потомков. Конь или жеребёнок выполнял ту же защитную функцию. Не случайно богатырский конь Илья Муровца вырос из лядящего жеребёнка. У других народов над домом размещали черепа дотемных предков, например, медведя или лося. Так. А если осмотреть избу? Вы бегло осматриваете горницу и сене. И не заметив нечисти, выходите на улицу. Подняв взгляд на крышу, вы, наконец, находите причину несчастий. На курице сидит демон, лениво отмахиваясь от комаров. Настя, прогнайте его. Вы шепчете заговор, и недовольный бес улетает, со скрипом отрываясь от крыши. Похоже, он просидел здесь довольно долго. Остаётся только догадываться, зачем он поселился у этих людей. Не иначе какой-то колдун прислал на работу, да так и забыл о своём подопечном. Хе-хе-хе. Так, пойдём сюда. Огиб на Каиб. Дорога немного окольная. Прямая, так говорят, совсем заросла. Не пользуется. Сухой ветер гонит кривые вихри по дороге впереди путника, идущего вам навстречу. Вы успокаиваете Николая. Этот торговец с заговорами вам давно знаком. Мудрость войдёт в сердце твоё, и знание будет приятно душе твоей. Угу, понятно. Что у тебя тут есть интересное? Ничего мне от тебя, дружище, тогда не надо. Деревня Усть-Каиб. Где-то тут дед Егор спрятал свои старые травяные запасы. Я по его указаниям быстро отыщу. Идём быстро отыскивать. Вы легко находите старый запас деда Егора на окраине деревни. В галтце заброшенной избы в углу притаилась пыльная корчага. Только вы берётесь за старую посудину, как являются бесы. Похоже, вместе с кладом тут осталась и охрана. Ха-ха, сыграть с ними в карты. Два раза придётся играть. Ха. Могу, кстати, эффектно отбиться тузами. Но я, наверное, возьму. Поэкономлю пока. Ой, они вдвоём на меня ходят. Ничего себе. А. Мы теперь втроём играем. Вот оно что. Угу. Что ж, бери. Ох, ох. Давай сюда. Хм. Угу. 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 Опа. Козырь себе сколдовал, но не отбился. Давай ему погоны вдогоночку. Так, я возвращаю тебе... Я возвращаю тебе... Хотел бы сказать твои десятки, но... Видимо, на шестёрку. Опа. Так, вы синхронно тут закидываете друг друга. Она к тебе. Вдогонку. Так. Ага. У меня тузов может накидать. Я тут двоих-то обьюсь. Обьюсь. Ага. Ну, десятку на... Супер. Первая пошла. Ооо, дружище. Это глиб. Всё, забирай погоны. Ё-моё. Ну и херобора. Угу. Угу. А так. Зато... Ах ты, собака. Вы посмотрите, чё. Так, я даю ему... Три туза и проигрываю. На, восьмерку тебе. Красавчик. Ох, да ты мой родной. Ну, как победа, я вышел вторым. Узнав, наконец, наследницу старого колдуна, черти в ужасе разлетаются. Вы открываете глиняный сосуд и действительно обнаруживаете множество полезных растений. Они не потеряли своих волшебных свойств и в засушенном виде. Так. Болотвик. Люди-то у нас на сырых местах находят много болотвиков. А кто-то так вообще подболитники находит. А, подболотники. Болотвики и подболотники. Понятно. Кукушкины слёзы. Невеста кукушкой стала. Где она пролетает и слёзы роняет? Трава и растёт. Оборотни эта трава может расколдовать. Царские очи. Некоторые невежды, слывущие ворожеями, почитают её приворотную травой и обманывают её влюблённых слепцов. Понятно. Ну, можно идти в буждом. Этот осыпавшийся берег называют по-пермятски. Много таких слов-то прижилось в уезде. Шутём ещё про старое поле говорят. А, шутя, типа. Смею предположить, имелось в виду тут. Бойкая молодая река вгрызла с песчаный берег, образовав высокий вал над шумящей водой. Рядом виднеется странный чёрный силуэт, который сидит и копошится в воде. Вы чувствуете, что это не дух, но и не совсем обычный человек. Когда вы приближаетесь, то видите её родивую с отталкивающей улыбкой. Колдунья да солдат. Вот так парочка. Барин да сударочка. Бог в помощь. Эта дорога до Слободы-то ведёт. Эта, эта. Ха-ха-ха-ха. Чё это вы туда след положили, а? Ты, бабка, может, друга моего видала, охотника? Трофимом звать. Слыхала, что пропал. Но ничего, ничего. А я с ним и не виделась. Так уж и не разговаривала. Говаривала. С белых комаров и не видала. Он охотник, вот по лесам-то и ходит. А ты, бабка, чё тут делаешь в такое-то время? Так чё теперь воды не лакнуть, если ночь-то... Не до вас мне, не до вас! Женщина внезапно вскакивает и с завидной скоростью скрывается среди зарослей. Странная баба. Аж до мурашек. Она тоже Векса? Или из бесов? Да нет, не похоже. Но я тоже чё-то неладное почуяла. Ну, Слобода уже близко. Даже никаких вариантов нам не предложили. Понятно. Слободой называли раньше вольной от крепостничества деревня. Но тут-то и не было барий у нас в чердынях. Поги разбери. То есть, в Пермском крае не было крепостного права. В засыпающей деревне мало кого встретишь, но Николай с усердием принимается за дело. Вы оглядываетесь вокруг. Всё ещё открыта торговая лавка, похоже, благодаря кабачному пристрою. На горизонте чернеют угрюмые стены хвойных лесов. Угу. Давайте зайдём. Так, что тут у нас нового есть? Вот это. Платок. Жених то поднял платок невесты, то примета плохая. Умер он потом. Чё, он плюс два здоровья добавляет. Немецкий мел. Да как они-то там знают, как колдовские круги-то чертить? От того-то мел и хороший. А, да как они-то там знают, как колдовские круги чертить. Усиливает оберег. Неплохо. Ага, ага. Остальное вроде всё видели. Но особо из этого мне ничего не нужно. Так, пойдём крестьян порасспрашиваем. Да как это, уж пропал ты давно. С неделю или две уже ходили, искали. Эх. Упал в тот какую. Упокой Господь его душу. Ну-ну, ещё может отыщиться. Дай ты Бог. А раньше он не пропадал? Чтоб среди лет-то, такого не было. Ну, в сезон-то надолго уходил, это понятно. А сейчас загадка. Непьющий ведь ничего. Видели, как он с Лукерьей юродивой всё говорил. Да пропаж-то. Да и её расспрашивали. А она ничего не знает. Чё с неё взять-то? Несчастья у неё были. Да к умом и поехала. Что с ней случилось-то? Да обычной девкой была поначалу-то. А потом и муж помер, и дитё их следом. С тех пор помешалась совсем. Из деревни ушла, на болоте избушку слепила. Только милостыня и живёт нынче. О чём она говорить-то могла с Трофимом? А бес её знает. Сами расспросите. Где её искать? Она живёт в болотах, на север отсюда. В покосившемся домишке. Я-то не был. Ну, говорят так. Пади, отыщи. Только я бы на вашем месте подальше от этих болот держался. Мрачное место. Мы-то редко там бываем. Только если кто на Янидор срезать решит. Расскажи про болота ваши. Так вот, болотами Касьяна зовутся. Уж и не знаю, что за Касьян. Думаю, это от того, что дорожки по ним косые. На них и заплутать недолго. Мы встретили на дороге бабу одну страшную. То Лукерья была. Кто ещё-то? В деревне-то не без изъяна. У нас вот Лукерья. Помнишь, Коля, баба-то та говорила, что не видела Трофима. Ну, верно. Чё-то неладно. Пойдём к её избушке. Хозяйку расспросим. Погоди-ка, ты не из надких ли? Может, родник наш изладишь? На запад отсюда. Пошепчешь или чё? Испортился. А каким бы... Его сейчас собачьим зовут. Ладно, спасибо за помощь, мужик. Будем там, так заглянем. Помогай, господь. Так, куда нам? Вот собачий родник. На этом роднике что-то неладно. Блазнить стало. Слободской крестьянин попросил проверить источник и разобраться с нечистым. Ну, пойдём. Поток воды с тихим журчанием вырывается из заросшего луговой травой склона и спускается по деревянному жёлобу к косому помосту, теперь забытому и прогнившему. Вы чувствуете старое чудское колдовство поблизости и невольно сжимаете корешок книги. Ориентируясь по наитию, вы заглядываете под помост. И верно, прямо на вас глядит чудской божок, которого родник вынес из-под земли. Похоже, слободских крестьян от этого источника отпугивает старинная магия. Заберём его. Вы протягиваете руку и берёте бронзовую богиню кончиками пальцев. Но едва вы начинаете тянуть её к себе, как вас хватает мохнатая лапа. Старый артефакт охраняют чудские духи. Мы башков этих тут же отвадили городским. Или выбрасывали их подальше, как находили там. Плохая эта примета. Ну, подерёмся. Вам предстоит поучаствовать в сражении головоломки. В сражении о головоломках вам даётся специальный набор слов чёрной книги, с помощью которых необходимо одолеть противостоящих вам бесов. Ох, чувствую, это как в Ведьмаке было. Там сложные головоломки были. Во время головоломок не действуют надетые предметы, полученные с новыми уровнями умения. Ага, и нужно их развалить. Так, игрок не может использовать чёрные слова. По десять всем союзникам. Ага, ну разберёмся. Ух, ё. Ух, ё. Ух, ё. Ебать, они чё, забафались? Игрок не может использовать чёрную славу. Ага. 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 Так, ну пятнадцатый мне зачем. Походу Николаю тут сходить не дали даже. Но я пока не вникал, на самом деле. Смотрю, что вообще происходит. О, они мне сейчас двадцатку внесут, и мне хана. О, да ладно, щит отработал, что ли? Интересно. Угу. Нанести двойной урон, если на противники порча. Ну, чтобы вот этот остался. Мы там и порчу наложим, и двойной урон кинем. Так, ладно. Очень интересно. Что мы тут можем сделать такое? Сейчас подумаем. Поток воды с тихим журчанием вырывается из заросшего. Ориентируясь по наитию, вы протягиваете руку и... Да, к огромному сожалению. Так. На тебя порчи накладываем, потом двойным уроном дадим. Так. Я Николаю не дал ход. А-а-а-а. Так, ну, тогда я тут пробафываюсь активно. Блин, лечится собаке, а. Ну, все, я не пробью их уже. Хм. Поток воды с тихим журчанием вырывается из заросшего луговой травой склона и спускается по деревянному желобу к косому помосту. Теперь забыть. Ориентируясь по наитию, вы протягиваете руку и... А я уж обрадовался, что игра стала легкой. Ой. Сражение в головоломках вам дается специальный набор слу. Так, ну мы это делали. Нет, пока не пропускается сражение, я попробую его сделать. О-о-о. Папа. Ну а если так? Ммм, чё-то опять не то. Три, три, три. Ну всё. Пиздец. Так, ну давайте ещё по пыточкам. Так, этого убиваем, соответственно Этого порчу, допустим Этого порчу, допустим Этого порчу, допустим Ну, может сработает Ну, сейчас уже получше даже получилось, на удивление Ну, может сработает Так, ну допустим Ну, может сработает Ладно Очень интересно Но ничего не понятно Но целый новый уровень дали Не может не радовать Как будто бы нам туда нужно вернуться, но нам не дают Так, ладушки, что я хочу Так, уменьшает грехи задания чертей Ну, это хорошо Так, все, теперь Черт меня совсем не тревожит Болото Касьяна Нам сюда На этом смурном болоте выстроила свою избушку Та баба, что мы встретили по дороге в Слободу Болотная вода Болотная вода угрожающе поблескивает острыми звездами ночного неба Николай идет впереди, умело выбирая кочки и сухие переходы Говорит ему на службе и не по таким болотам приходилось перебираться В предрассветном тумане вы вскоре находите избушку Черные окна глядят на вас, как глазницы мертвеца Посмотрим дом Тараканы разбегаются от скрипа покосившейся двери Внутри изба выглядит еще мрачнее, чем снаружи Здесь пахнет гнилью и запустением Вы вздрагиваете В окне мелькает тень и убегает в сторону леса Спугнули ее? Сюда побежала юродивая Странные звуки какие-то раздаются из леса Как кости хрустят Хоть вы в потемках и потеряли юродивую изведу, Николай ведет по ее следу так же верно, как если бы вы шли за ней среди белого дня Вы ступаете под густые ветви неприветливого леса и замираете Впереди раздается жуткий хруст, словно разламываются сухие кости покойника В роще вас встречает огромный бес Ну окей, следующий бой давайте Огромное полено Его тоже в три хода нужно победить, е-мое Увеличивает порчу в начале хода на 999 Ого Порча восстанавливает здоровье и не наносит урон Это то, что мне надо О, удвоенная порча Супер О, нет, мы даже лучше сделаем вот эту штуку Значение эффекта слова увеличивается на один за каждый другой, а потом приумножим Значение эффекта Ага, типа следующим ходом я должен погибнуть Интересно 20 единиц не пробьем, однако И следующим ходом я должен как-то 59 единиц ему снести, да? Классно 53 не сильно меняет ситуацию Все Все А еще забыл Николаем сходить Хоть вы в потемках и потеряли юродивую изведу, Николай ведет по ее следу так же... Попробуем начале двойную порчу выдать Попробуем начале двойную порчу выдать Попробуем начале двойной порчу выдать Ну, мы уже делали, собственно, такой кульбит до этого. На третьем ходе мы проиграли. Сколько? 59 у него? А, 50. 43 теперь осталось меньше, чем было. Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, ничего не произошло. Я тупо с него порчу снял. Или с себя, не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Фух, что ж, так, давай-ка мне вот это Две тысячи опыта и че нам за это, я надеюсь, там до уровня хапеньку осталось не трожьте моя детятка иисусова войско она чё думает это ее ребенок вон из леса я вас не звала и знать не желаю колдуны и проклятые неужели она умом тронулась или это неспроста что за нечистого мы повстречали что-то мы не читали про это если честно не полевой не знаю может леший точно не подменыш это другое подменыш в бане может с лешим дружбу водит нет не похоже господи она вырастила своего подменыша до таких размеров что он уж скоро больше самого леса станет все ясно на обычно это еде так не вырастет это ты подменыш проклятая векша зараза он бой по новой при проходить блинский блин а ладно хорошо подменыш господи она вырастила своего подменыша до таких размеров что он уж скоро больше самого леса станет все ясно на обычной этой еде так не вырастет это ты подменыш проклятая векша где трофим баба ты спалашная коля посмотри вокруг она кормила нечистого заманивала сюда людей где детка есть просит да его нужно кормить растить ляльку проклятая баба я тебе покажу как православный лед морить погоди давай все разузнаем откуда подменыш то нет тут никакого подменыша это моя девочка моя лукерюшка вспомним и может тебе помочь то сможем лукерюшка тихо тихо скоро они уйдут поспишь чуток от нее не знаешь ничего да и девку ее мы вряд ли найдем сколько годов то надо чтобы он так вымахал сколько страшной пищи ну ой и думать не хочу отойди в сторону мы изгоним этого нечистого себя изгони векша гадкая оставьте нас в покое с моей лукерюшкой прочь 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 мы не можем так этого черта оставить он глядишь и слободу и пантину скоро пожрет ничего спали я должен это сделать за трофима ну-ка брысь прочь 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 и и поди оттащи ум совсем отнялся я так думаю она тоже в смерти друга виновата и кто знает в скольких еще она должна поплатиться за свои злодейства хороший вопрос а что если ее оставить мы так не можем мы же не палачи какие ты права василиса чуть грех не взял а она сама пошла внезапный рывок и юродивую поглощает пламя николай тщетно пытается вырвать несчастную из огненной ловушки через несколько мгновений она уходит в мир иной вслед за своим возлюбленным подменышем я рад что с этим бесом покончено но чё-то жуть берет это сколько таких страшных бесов то у нас в уезде немало дружок немало думаешь почему мы тут колдуны то а чтобы помогать простым людям от нечистого спасать ух надо мне дух перевести пойду-ка домой отсыпаться эх трофим трофим ну мы той деревне то помогли так это у школе не сомневайся спасибо тебе василиса если чё так я всегда не сумлевайся ну что ж все закончили мы это задание на признаться честно головоломочки были непростые но ибо потому что я тут особо в системе игр карт не разбирался поэтому это вызвало определенного рода трудности ну ладно на этом ребятки закончим продолжим уже в следующей серии благодарю за просмотр всем пока пока